Мы сейчас стоим на мусоре. Нет, это нет. Вот мусор. Вот черносем, это все мусор. Это на 7 метров глубиной. Вот, видите, цыгане местные. Они собирали металлолом здесь. Где-где никого не опрашивали. Никто никого нет. Во внимании не далеко. И вот эта машина большая гитарь. Вот, которая черное видно. А вот этот трактор, откуда взялся? Вот, который сейчас топает. Ну вот же, вот это же не славно рада. Видите? Двух тысяч тонн разнообразных отходов здесь спланировано. Выкопана огромная траншея. И только благодаря активности местным жителям удалось прекратить дальнейший уход мусора. Машины сфотографированы. Номера известны. Интересанты, скорее всего, тоже. Но больше всего возмущает представителей УНФ, и местных жителей, что реакция со стороны правоохранительных органов полностью отсутствует. Был направлен официальный запрос в прокуратуру Ростовской области, на что был получен очень формальный ответ, что выезжали представители, увидели отдельные небольшие кучки мусора, а те шурпы, которые прорыли, я думаю, что это была чисто имитационная модель, показало, что здесь захоронений никаких нет. Но то, что нам сегодня показали, то, что сейчас у вас есть возможность снять, явно показывает, что большие объемы и бытового мусора, и производственного мусора вблизи от речки, вблизи водостока закопаны. Это прямое нарушение природоохранного законодательства, и надзорные органы, в том числе и природнадзор, и, в первую очередь, органы прокуратуры, должны были обратиться в полицию. Полиция должна... Здесь не ограничивается нарушение только мерами административного воздействия. Здесь налицо сговор, сговор представителей местной власти и коммерческих структур, которые таким образом решили сэкономить средства на утилизацию мусора, что представляется крайне недопустимо.